Знаете, директор ЦРУ в начале 50-х годов, Даллас, сказал удивительную фразу, такую точную. Он сказал, славян нельзя победить войной. Мы это поняли за тысячи лет. Славян можно растлить. Мы дадим им ложные идеалы, и они победят сами себя. Вот что и делает западная реформа образования. Вот она-то нас может победить. Мальчонка в шестом классе на вопрос «Твой любимый балет» ответил «Мой любимый балет» просто щелкунчик. Бориска Моисеев достал даже детей уже. Ещё выдержка из сочинений. Есенин – это тот, который играл Сашу Белого. Ещё одна цитата. Александр Второй разрешил всем зэкам провести эпиляцию. Как вам зэки с побритыми ногами? Парень, десятиклассник, пришёл в библиотеку в Москве и попросил, мы проходим у библиотекарши. Мы, знаете, проходим роман Горького. Он вот называется, дайте, кажется, кажется, он называется «Старуха Баскервиллей». Мы даже образование не своё взяли. Вот задачки, они очень изменились по сравнению с теми задачками, которые мне решать приходилось в детстве, в юности. Я объясню как. Раньше задачки были добрые, чтобы дети познавали жизнь с точки зрения любви, дружбы, добра. Всё. Нет. Жесть. Чтобы дети боялись жизни, чтобы они вырастали, и их легко было зомбировать. Раньше Алена разделила яблоки между тремя подругами. Добрый. Теперь. Подруги отобрали у Алены яблоки. И это во всём. Задачка. Во время сильного дождя уже гадость. На остановке автобуса стояло 12 человек. Подкатил автобус и забрызгал грязью пятерых. Остальные успели попрыгать в колючие кусты. Всё гадко. Всё. А вопрос супер. Сколько из царапанных пассажиров поедет в автобусе, если трое, так и не смогли выбраться из колючих кустов. Это так травмирует мозг наших малышей, детей. Задачка. 14 детей учились плавать. Ага, трое из них ещё не умеют плавать, а двое уже утонули. И это сплошь идут вот такие задачки. Вот это идёт зомбирование. Супер. Коля, 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 свой дневник с двойками закопал на глубину 15 метров. Он чем копал? Вы можете мне сказать? А Толя свой дневник на глубину 25 метров. Вы как? Кто составлял это? Задачка. В доме прорвало сразу две трубы. Две сразу. Холодную и горячую. Из холодной трубы выливается в квартиру по 70 литров ледяной воды в минуту. А из горячей по 12 литров в секунду. Вопрос. Чё, ха-ха, вы решите задачку. Вопрос. Жильцы этой квартиры утонут в тёплой воде или в холодной? Задачка. Вот я её решил. Решил. Я инженером был. Машина едет по дороге. Её масса 1200 килограмм. Ну, вроде нормально. Скорость 120 километров в час. Тоже нормально. Ей навстречу летит муха массой 1 грамм. Вопрос. С какой скоростью должна лететь муха, чтобы при столкновении машина остановилась? Её скорость больше скорости света, оказалось, должна быть. Знаете, что обидно? Почему за детей обидно? У них же детское воображение. Они читают условия задачки и всё это представляют. Они больными могут вырасти в результате. Ну вот, представьте себя детьми и представьте, что представляет ребёнок, когда читает задачку. Пётр Петрович, живущий на пятом этаже, ввинчивает в потолок своей комнаты крюк для развесистой люстры. Длина крюка, запоминайте, 25 сантиметров. Крюк уходит в потолок с постоянной скоростью 2 сантиметра в минуту. От потолка пятого этажа до полушестого 15 сантиметров. Это начало. Сейчас продолжаем. Это драматургия, это не задача. На шестом этаже в позе лотоса сидит Йок Степан. Уточняется, в центре комнаты. И размышляет о бренности сущего. Пуэт просто писал это писатель. Вопрос. Через сколько минут Пётр Петрович услышит вопль-йога? Медитирующая. Задачка. На ветке сидело 7 рыбок. На ветке дуба 7 рыбок сидело. Потом прилетело ещё 2 рыбки. У меня вопрос был только один. Что курил автор? Спасибо. Спасибо.